В Европе в преддверии Рождества усилены меры безопасности после парижских терактов. Решили отказаться от массовых гуляний. В городах дежурят полицейские, армейские патрули. И как узнала Яна Пудзюбан, местные жители относятся к этому с пониманием. Праздник с оружием. Словно часть новогоднего антуража европейской столицы Рождества, Страсбург в плотном кольце военных. В старый город без личного досмотра не войти. Останавливают и проверяют автомобили. Заглядывают в каждую сумку. Раздражает ли меня такой детальный досмотр? Скорее нет, чем да. Я уверен, меры временные. И мы сможем чувствовать себя опять свободными от всего этого. Но с машины я уже пересел на велосипед. Иначе будут тратить слишком много времени на досмотры. Здесь, на этой площади Страсбурга, родилась традиция рождественских базаров. Здесь они непрерывно проводятся уже пять столетий. После терактов Парижа власти города сомневались. Но в итоге рождественский базар решили не отменять, чтобы не уступать террористам. Однако меры безопасности повысили до максимально возможных. На этот раз перелавки закроются на неделю раньше, непосредственно в Рождество. Детских праздников проводить не будут вообще. Рождество не отменить. Каждому ребенку и взрослому нужен этот праздник. Но такое, на моей памяти, впервые. Полицейские на каждом углу. Сами люди какие-то напряженные. Все это давит. На территории волшебства теперь строгие правила. Показывать сумки полицейским и военным по первому требованию. Главное, категорически запрещено запускать петарды, чтобы избежать паники. А ей поддаться могут легко. Даже на обычную сирену французы сейчас реагируют с напряжением. Центральная площадь Страсбурга, как образ всего Рождества в Европе в этом году. Напротив главного рождественского дерева цветы и свечи. Стихийный мемориал с жертвами терактов Парижа. Так, на фоне пышных новогодних убранств. Скорбь и тревожные мысли о безопасности. Быть бдительнее призвал МВД Франции. Уведомление с инструкциями пришло в каждую префектуру. Под ударом считают в министерстве церкви и соборы. Праздничные литургии могут иметь большую символическую ценность для боевиков. Поэтому к прихожанам и их поведению внимание в эти дни будет повышено. В Рождественскую ночь во Франции пройдет полтысячи праздничных мест. За неделю до торжества во всех соборах дополнительной патрули полиции. Настоятелям и прихожанам рекомендовано следить за парковками. И звонить в полицию немедленно, если кто-то покажется подозрительным. В столице особое внимание собору Парижской Богоматери. Мечети закрывают. Самый большой рождественский базар открылся на Елисейских полях в заполученную пятницу 13 ноября. За несколько часов до теракта. И почти сразу закрылся. Его повторно открыли без помпы. Какие-либо торжества в мэрии сочли неуместными. Отменили. У прилавков с карамельными яблоками, глинтвейным и елочными украшениями. Затишье. Продавцы подсчитывают убытки. В три раза меньше покупателей. В три раза тише праздник. Почти ничего не покупают. В прошлом году в это время была бойкая торговля. Мы едва успевали подкладывать конфеты. Теперь нет. Даже конфеты никому не нужны. Люди стали сейчас потихонечку расходиться. Но все равно это очень сильно чувствуется. То есть общий спад настроения. Люди боятся. Боятся лишний раз выходить на улицу. Власти усиливают меру безопасности и просят граждан не терять бдительность. И граждане стараются изо всех сил. На вокзале города Воланс эвакуировали пассажиров. Кто-то заметил подозрительный предмет. Тревога оказалась ложной. Но перед свидетелями события встал вопрос. Как долго будет длиться это осадное положение с автоматами на улицах? И будет ли французская нация прежней? Яна Подебан, Сергей Мухин, Виктор Аверин. Первый канал. Париж.